Он выдержит путь. Пока да. Этого не повторится. Я обещаю. Уж будь добр постараться. Фрэя, я этого не забуду. Спасибо. Благодаря отца. Но тебе бы остаться, отдохнуть. Этого довольно. Мой дом всегда открыт для вас. Это Ваннахейнер, да? Ты сам догадался? Окно похоже на кристалл Беврёста. Но ведь за стеной совсем не это. И ты грустишь, когда туда смотришь. Ты юн, но уже мудр. Да, это окно в родной мне мир, который я давно оставила. Окно, но не дверь. Ты не можешь покинуть Мидгард из-за того, что случилось в Вальфхейме? Таков дар моего бывшего супруга мне на прощание. Почему Один запер тебя здесь? Для него желание насолить веская причина. Но, как и все его поспешные решения, это продиктовано страхом. Ванны были угрозой для асов, пока наш брак не скрепил перемирие. Теперь многие Иваны считают меня предательницей. За свою жертву я получила лишь ненависть. Он запер меня здесь, чтобы я не могла ничего исправить. Я хотела спросить, почему ты живешь под черепахой? Она была моим первым другом в Мидгарде. Она предложила мне кров, а взамен я защищаю ее от опасностей, стоящихся в лесу. Золотой кабан, огромная черепаха, у тебя интересные друзья. Что ж, пока Моди не прервал нас так грубо, мы думали заглянуть в сокровищницу Тюра. Да, найти черную руну. Мальчик, ты помнишь дорогу отсюда? Не знаю. Конечно помнишь. Нужна лодка. Не знаю. Наверное, нужна лодка. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Продолжение следует... 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 Точно нельзя стать волком? Удиви меня, если сумеешь. Я поэтому слышу голоса, а ты их точно не слышишь? Да ты их нет. Неудивительно? Все боги разные. То есть я могу не стать таким же сильным, как отец, но у меня будут другие таланты. Они у тебя уже есть, парень. Твоя способность к языкам поразительна для твоего возраста. Лишь время покажет, на что еще ты будешь способен. Так ты давно знал? Да, знал. Но я повидал слишком много богов. Видать, я тоже. А кто еще знал, что я бог? Твоя точно знала. Брок и Синдри? Ты мне к чему узнал? Бальдор! Он знает? Поэтому он нас преследует? Ты давно знаком с ним? Я впервые увидел Пальдора в день похорон твоей матери. Это правда. Эй, ну нам же не обязательно сразу идти в сокровищницу. Ну, мы же боги и можем делать все, что захотим, правда? Что бы ты хотел сейчас сделать? Сейчас покажу. Давай еще раз. Не отвлекаясь. Ну, еще раз. Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Ну, еще раз. Еще раз. Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Готов? Это что, ответ? Это земля. Хм, прячет смерть, дает жизнь. Давай. Йорф. Если бы в Альфхеме я знал, что я бог, не было бы так совестно убивать эльфов. Ну, интересный ход мысли. Ни о чем не жалей. Эльфы заставили нас это сделать. Я уже понял. У нас свои дела. Дела богов. А они отвлекли нас своими мелкими делишками. Нет, правда, мы так и уйдем? Само знание о том, что мы боги, не придает мне столько сил. По-моему, ты слишком хорохоришься. Сильным приходится делать важный выбор, парень. Такие, как вы, служат либо себе, либо другим. Вот как Тюр. Его правда все любили? Да, бог войны. Он ведь сражался за мир. У него была репутация героя и добропорядочного мужа. Свою силу он направлял на то, чтобы прекращать войны, а не начинать. Так есть хорошие боги? И зарядка встречаются. Да. Тут говорится о местах, о которых я не слыхал. Тюр любил здравствовать. Тюр считал, что от войн и хаоса спасет не сила, а разум. А еще он понимал, что знания других культур позволят ему шире смотреть на мир, чего не достичь, сидя на месте. Один вечно ревниво охранял то, что знал, а Тюр был открыт и всегда мог поделиться мудростью. Потому смертные и любили Тюра, и приносили ему дары по всему миру. Так что случилось с Тюром? Один стал считать его угрозой. Подозревал, что Тюр сошелся с великанами вместо того, чтобы помочь асам вызнать их тайны. Он и меня в этом обвинял, хотя, мне кажется, насчет Тюра он не ошибался. Тюр помогал великанам? Да. Он считал себя ответственным за те страдания, что им причинил Один. Полагаю, они скрыли свой след не без помощи Тюра. Попавшая путевая башня. Именно. Что бы с ней ни случилось, это явно было сделано совместными усилиями Тюра и великанов. Голова, где черная рука? Не знаю. Никогда не упал. Камень! Мы на месте! Конечно. Ты же не думал, что все так просто? Нет. Может, надеялся. Что теперь? А эти? Мысль быстрее ветра. Решать проблемы головой, а не ногами? Вот это по мне. Тюра все, наверное, любили, но он явно кого-то боялся. Ну, известно кого. Одина и не зря. Брат, это ловушка для ветров Хель. Но где же они сами? Ветра чего? Забыли сказать. Пока ты хворал, мы сбегали в Хельхейм за лекарством. Правда? Ужасное путешествие было. Но твой папаша научился кое-чему. Не без помощи Брока. И Брок там был? Я... но... Потом обсудим. Потом обсудим. Ты лучше пошевеливайся, брат. Гостя мне рады. А, Скиндус моей родины. У меня самого такой раньше был. Бери его, мальчик. Да, бери. Вдруг нам когда-нибудь понадобится намазать масло на хлеб. Потому что тебя никто не любит. Смотри, с каждой стороны большой проход. Как раз для мальчика. Для отца, сочиня, малый. Иди, другой, бомбе. Иди, другой, бомбе. Осторожней. Долей тут нет. Некому сшивать на переслу в половину. Тихо. Посмотри! Тихо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что ты нашел? Хватит баловства. Не забывай, зачем мы здесь. Ладно. Это из страны песков, что очень далеко отсюда. Там есть боги? О, да. Там их очень-очень много. Они злые? На этот вопрос не так просто ответить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКО sowie СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКО sowie СПОКОНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА